Если вы решили переехать в другую страну Перед вами встает несколько вопросов Из обязательных На каком основании переезжать Где жить и чем заниматься по приезде Например, здесь, на Корфу Можно, например, заняться сбором оливок И производством оливкового масла под собственным брендом Проблемы никакой Рощи здесь повсюду Итак, в нужный момент осенью Вы собираете всех своих родственников Привозите их сюда Расстилаете специальные сети А потом аккуратно, вручную Или с помощью маленьких грабелек Начинаете счищать оливки Они падают на землю Вы собираете их Всей честной компанией Очищаете их от листьев Очищаете их от веток Отвозите на ближайшую маслобойню Через некоторое время Ее хозяин вернет вам За определенную мзду, разумеется Все ваше оливковое масло Ну а затем разливаете по бутылкам Создаете собственный бренд Но это уже маркетинг Сущая ерунда Романтично? Может быть Боюсь, впрочем Эту мою идею Вы воспримете в лучшем случае Как шутку Едва ли она станет Реальным руководством к действию Даже для самого амбициозного иммигранта А значит ответ на заданные В самом начале фильма вопросы По-прежнему нужен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Грецию называют райским местом и Корфу достойная часть страны Но одно дело романтика вот таких пейзажей И совсем другое реальная жизнь С мирскими заботами и озвученными ранее вопросами Первый из которых На каком основании вам вообще разрешат жить в Греции Стране Евросоюза Ответ будет несложный Как легально переехать в Грецию Обладая некоторым начальным капиталом Существует вполне официальная схема Работающая на государственном уровне Называется она «Золотая виза» Это адвокат Георгия Куцури Специалист в вопросах эмиграции То есть «Золотая виза» Это абсолютно ее тема Мы встретились с Георгией В весьма примечательном месте В этом здании расположен Департамент по делам иностранцев Сюда мы приглашаем наших клиентов Для сдачи биометрических данных Сюда я отношу все документы клиентов Чтобы получить синюю справку Самый первый документ, подтверждающий Что инвестор получил временный вид на жительство Купить недвижимость больше, чем на 250 тысяч евро И не иметь проблем с законом Два основных условия, которые надо выполнить Тем, кто хочет получить ВНЖ Конечно, нужно еще собрать Правильно оформить И умело подать уйму документов Но это уже дело техники Или точнее, дело профессионалов Греческая бюрократия такая же, как и во всем мире Не буду скрывать Последние два года в условиях пандемии Мы столкнулись с практическими сложностями Бывает, задерживают получение документов Хотя обычно весь процесс занимает 3-4 месяца Но любые трудности мы преодолеваем У нас еще не было ни одного случая отказа по золотой визе А самое главное то, что программа работает И, как я замечаю, пандемия нисколько не снизила интерес к ней А наоборот, повысила Греки выдают золотые визы с 2013 года К концу 21-го такой ВНЖ получили более 28 тысяч заявителей и членов их семей С тремя из них мы встретились Семья Соколовых Муж Виталий, его жена Наталья, их сын Андрей Граждане России с середины 2020 года еще и резиденты Греции Визу они получали как раз в разгар пандемии, причем удаленно Мы там сделали документы, переслали курьером сюда Здесь уже все происходило И когда мы уже приехали сюда, мы откатали пальцы и через месяц получили уже сам пластик на 5 лет Случай Соколовых непростой, ведь границы были закрыты Поэтому мы сначала оформили их покупку удаленно Затем получили и отправили им в Левевеусе, так называемую справку об ожидании На ее основании они смогли приехать к нам даже в условиях локдауна И уже здесь относительно быстро прошли все необходимые процедуры для оформления пластиковой карты Георгии виднее, хотя из ее уст эта история кажется несложной Купили дом через агентство, обратились к юристу, переслали ему документы, получили в НЖ Куда заковырести, будет ответ на вопрос, чем Соколовы занимаются или планируют заниматься на Корфу Ведь каждый, кто хочет переехать в Грецию на основании покупки недвижимости, должен учитывать важное ограничение Португалия, Испания, Латвия, эти страны также выдают золотые визы Но в Греции есть определенная особенность Обладатель местного ВНЖ не получает права на работу Это дает четкое представление о том, кого на самом деле ждут у себя греки Их логика проста Вы нам деньги на развитие экономики Мы вам радушие И возможность наслаждаться великолепными пейзажами дольше, чем 183 дня в году Но и только Поэтому новые резиденты обычно зарабатывают на жизнь за пределами Греции Я основатель школы омоложения и оздоровления И академии специалистов естественного омоложения международной Я автор методик с патентами международными Ну то есть у нас большая школа по России и вообще в мире уже Я этим занимаюсь 24 на 7 Вот уже больше трех лет, поэтому Это не работа, это дело жизни уже Мы в основном находимся дома Периодически мы выезжаем куда-то поужинать, погулять и все Пейзаж реализованной мечты Первая покупка Соколовых на Корфу – велосипеды Семья живет в глубине острова, в трех километрах от моря Здесь можно кататься не слишком, опасаясь проезжающих машин Греческий закон ОВНЖ демократичен По крайней мере в той части, где оговариваются требования к недвижимости Главное купить на 250 тысяч плюс А так можно один объект, можно несколько Соколовы изначально купили дом Такой, где можно жить сразу Но, конечно, поработать пришлось Начали с бассейна Расконсервировали его Сделали ремонт Починили насос Бассейн у нас заработал Потом начали что-то делать на участке Жена хотела газон Я хотел там всякие кустики, деревья Докупили мебель тоже, которую не так-то просто Пойти там и купить Я перекрасила кухню страшной желтой-коричневой на прекрасный такой На холодный Оливковый цвет, да Сейчас думаю еще раз и перекрасить Но это у меня хобби такое А так, в принципе, ну вот просто мы сделали его под себя Вот мы приехали, был дом Хороший дом, все классно, можно было жить То есть он вполне, ну как сказать, он жилой, все нормально Но мы просто под себя сделали те нюансы, которые нам нужно было Мы особенно не ждали тут какой-то сказки и так далее Мы понимали, что неважно где ты живешь, да, ты все равно привезешь себя туда От себя не убежишь и так далее В целом мы довольны Дом не на берегу, зато менее чем в 10 километрах от столицы Это локация не туристов, но и эмигрантов Впрочем, жить здесь долго Соколовы не собираются Это чисто временное решение Вот, нам сейчас нужно просто дождаться окончания строя Все верно, наши герои строят новый дом в пяти минутах от старого На участке в гектар возводится также бассейн, небольшая летняя кухня Так с высоты выглядит стройка на острове Одна из немногочисленных На Корфу совсем нет строительных кранов, как нет и масштабных проектов Причина в том, что здесь редко сначала строят, а потом продают Чаще возводят под заказ И уж чего здесь совсем нет, так это многоквартирных высоток Конечно, можно построить дом в четыре или пять этажей Но есть корфеотский стиль, и я его приверженец А это значит, дом должен быть невысоким, с характеристиками, присущими только нашему острову Обратиться к архитектору и строителям, а не покупать готовое На Корфу обычное дело Во-первых, качественных предложений тут не так уж и много Поэтому предпочитают возводить что-то свое А потом на острове недорогая земля И строительство может быть выгодно просто финансово Чтобы построить дом по готовому проекту, нужно минимум шесть месяцев Хотя, конечно, корректива может внести и погода Та же заливка бетона требует определенных температур Вместе с получением лицензий и строительством лучше ориентироваться на один год Если же мы приступаем к реставрации старых домов Нам нужно сначала все вычистить Сломать крышу, очистить стены от старой штукатурки Мы делаем двойную работу К тому же, если здание старое, а таких на Корфу много Необходима особая осторожность Так что соглашусь Дома под реконструкцию часто требуют большего бюджета А новостройка более экономичный вариант Мой собеседник не просто архитектор Он корфеот Поэтому территория не менее важна, чем сам дом Который Спирос только что построил Поэтому тут же растут обалденные помидорки Жаль, кадры не передадут аромат Поэтому мастер предпочитает возводить из камня О неписанных стандартах и собственных пристрастиях Спирос Курсарис На Корфу важный элемент декора — оливковое дерево Без него невозможно представить корфеотский дом Здесь мы взяли старые балки Полностью их отреставрировали И использовали для оформления вилл Без них дома были бы бездушными И конечно камень Вы возможно удивитесь, но даже иностранцы, переезжающие на Корфу Предпочитают каменные дома Или отделку натуральным корфеотским камнем Который очень отличается от материкового Он имеет особую структуру и очень красив Люди устали от бетона И бездушных стекольных проемов Все хотят стиль, который есть на нашем острове Камень, дерево и натуральные материалы Вот лучшее, что может быть у современного дома Спирос считает, что не бывает неинтересных камней После таких слов профессионального архитектора По нему ли хочется быть романтичным? Ну вот смотрите, такой камень Спирос считает, что он напоминает птичку А мне кажется, что кита Переезд за границу не может быть простым решением Даже если уезжать в такое романтическое место, как Корфу Нужны помощники, а еще лучше друзья Те, что откроют вам секреты жизни на острове Но о секретах мы поговорим в следующий раз А пока давайте отдадим должное людям Которые, если вы захотите, помогут обосноваться здесь Тем, кто показал нам свой любимый Корфу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok